Ребята, всем счастья, здоровья, вот желаю вам, разбираем тут здоровые продукты питания, вот, самые дешёвые, так сказать, недорогие, вот, я же не богач, ребята, вот, я кушаю мухоморы, да, я работаю ради мухоморов, там, да, допустим, со скидкой покупаю их, там, помогаю людям, распространяю информацию о них, говорю правду, вот, стараюсь не врать насчёт многих вещей, ради здоровья, насчёт фармацептики, насчёт медицины современной религии, Всё это обман, ребята, это чисто бизнес, как может быть религии вообще, понимаете, в России быть религии, когда крутят патриарх Кирилл, бывший вор в законе, япончик, правит церкви, понимаете, высший церковный правитель, это вор в законе бывший, как может быть, что религии вообще, понимаете, как может быть патриарх вообще быть вором в законе, это только в России, понимаете, нету больше нигде такого, Так что медицина, такие же наркоманы там сидят, алкаши, и правят, короче, отправляют вас травиться фармацептикой такой же. Для них это все нормально, а для нас нет. Так что вот, обозреваем полезные продукты, настоящие, как оно есть. Значит, это в первую очередь касается всех спортсменов, кто уже в теме у нас. Самое нужное, запомните, вот я диетологов очень много смотрю тоже, разговариваю, самое первое, запомните, элементарно даже, чтобы родить детей, нужен белок, из чего дети растут, понимаете, чтобы было совокупление, вот, женские и мужские гормоны состоятся из белка. То есть диетологи сами утверждают, что белок на первом месте, ребята, белок на первом месте, вот я здесь еще, белок на первом месте, на втором жир, на втором жир, не перепутите, не углеводы, а жир. И только на последнем месте это углеводы, и это вам не сахар, не хлеб, а каши, допустим, овощи, фрукты, понимаете? Не хлеб никакой, хлеб вреден для здоровья, особенно белый, так говорим мы, про высший сорт белой муки, он вреден, также дрожжи, очень вредный. Я отказываюсь, ребята, кушаю намного меньше сейчас хлеба, потихоньку иду к здоровому питанию. Вот, всю жизнь думал, ненавидел хлеб, думал, почему? Оказывается, сейчас разучились готовить хлеб, и готовят только специально вредный хлеб, который уничтожает людей, туманит их не разум, и люди слабые, болеют постоянно. У всех гастриты, вы не думали, почему гастриты даже у людей, которые не пьют? Вот я не пью, и у меня гастрит тоже был. Почему? Да потому что мы кушаем одну химию, которая просто является ядом радиационным, просто убивающим людей, реально жёстким. И вся эта медицина, она настроена, чтобы вытянуть из вас все деньги, а не чтобы лечить вас. Вот. Так, давайте снова о полезном продукте на самом деле. Вот, о творожках поговорим. Вот здесь самые дешёвые твороги, вот смотрите. Давайте разберём. Обезжиренный, в принципе... А, вот один из них нежирный творог, 1,8, а эти вот обезжиренные, видите? Вот ценники у нас, всё есть, чтобы без обмана было. То есть вот, у нас 99 стоит, да? В итоге, походу, дожди, обманули что ли, я не понял. Там же в магазине обманывают что ли, там же 89 было написано. Видите, вот ценники, они специально путают, видите? Со скидкой ставят, а скидка в итоге улетела. И тут без скидки вышло, походу. Всё, видите, даже в магазине маркетинг обманывают продавщицы. Я уже на них жаловался тоже. Уже было такое вот. Только в магните такое было. Вот. Творог обезжиренный, вот. 1,8% написано тоже. Это 49, да? И другой тоже. 49 написано что ли? Не понял я. В смысле? Ну-ка. А, тут оказывается они, у них этот, нечётко ценник. 44 рубля. Вот это вот, красная цена. Самая такая плохая, низкокачественная. Это уж прямо самый безлам, прямо денег, если нету. Или побольше, если вы много кушаете. В принципе, это полезно. Лучше, чем хлеб и фрукты. Поверьте, лучше, чем и хлеб и фрукты. Творог. Реально. Вот. Кто бы что ни говорил, я им не верю, не слушаю насчёт молочки. То, что это обман, вредно. Вот. Втором месте у нас 44. Это 44, это вот. Вот это, да? Творог обезжиренный, 330 грамм. Чего? В натуре? Ну, тут прямо белки 18 грамм. Смотрите. 18 грамм. Видите? Углеводы мало. Жиров тоже мало. Ну, тут добавить просто надо сливочное масло. Можно и любое там молоко. Я ещё молоко взял. Вон. Внизу ещё молоко. Я сухую не ем творог. Вот. И сахаром стараюсь не кушать. Там варенье, мёд. Добавлять нужно. То есть, всё натуральное, понимаете? Вот. С полезными. Вот. Творог обезжиренный. 230 грамм. Вкуснее. Видите? Тут сколько? 330 грамм. По белкам чё пройдёмся? Давайте. Белки 18. Вы видите? Везде белки на высшем качестве. Я вот здесь вот поменьше должны быть. Тоже через камеру смотрю. Белки 18. Видите, как везде чётко они чё сговорились? Это тоже маркетинговый ход, что ли? Видите? Нет? 18 грамм везде. Хотя три разные фирмы. Вкусняев. Молочная станция там, да? Это красная цена. Везде. Прикиньте. 18 грамм. Вы понимаете, что вот в одной упаковке 40 грамм белка. Вы понимаете, сколько я взял белка просто? Мужчине минимум. Мужчине нормальному, да? Минимум полтора грамма в день надо белка. Минимум. Реально, чтобы он хорошо работал. Не чтобы там просто выжить. Чтобы выжить можно меньше. А чтобы человек здоровый был. Мышцы работали. Всё. Понимаете? Голова работала. Вот так вот. И всё это недорого. Видите? Ещё раз цены озвучу вам. Вот. Вот это вот 44 получается стоит, да? А. Подождите. Опять перепутал что ли? Вот это 66 стоит. Вот это 66. Вот это. Вот это значит 80... 80 сколько? 86 что ли? 80 с лишним. Здесь 230. Но здесь больше. Вот. И вот это вот самое дешёвое. Это уж душманская цена 44. И молоко за 40 рублей. В молоке, ребята, тоже. 900 грамм, да? Там 3 грамма на 100 грамм. 27 грамм. Вот. В молоке не меньше, короче. Видите? Потому что оно больше объёма. Там тоже много белка. То есть, ребята, чтобы нарастить мышечную массу, вам нужно кушать вот такие вот продукты. Чтобы быть здоровыми просто. Чтобы оставаться мужиками настоящими. Чтобы у вас стоял, была сила и выносливость. Понимаете? Чтобы вы не были худыми. Чтобы жир не растили, а именно мышцы. Нужно кушать молочку, ребята. Всем рекомендую. Если вы против молочки, давайте жёсткие прямо доказательства исследования, что молочка вредна. И там мы всё расценим. Я очень люблю исследования. Я сам читаю. И готов этот принять батл. Так сказать, дискуссию. Всем удачи.